Еще раз добрый день, уважаемые участники вебинара. Рада вас приветствовать непосредственно на данной платформе. Как уже меня представили, являюсь как раз-таки кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры теории методоначального образования БГПУ именем Ифтахидина Акмулы. Это находится в городе Уфа, Республике Башкортостан. Сегодня я постараюсь для вас раскрыть одну из интереснейших тем. Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника и младшего школьника. Особенности реализации. Итак, давайте приступим. Обратите внимание, конечно же, здесь представлен для вас, если вдруг будет интересно, как меня найти и так далее, контактные данные, что находится наш университет непосредственно в обозначенном городе Уфа. В том числе наша кафедра реализует свою деятельность в Институт педагогики. И, конечно же, по QR-коду вы можете перейти на сайт нашей кафедры. Ну, продолжим дальше непосредственно по теме нашего сегодняшнего вебинара. Как и любое понятие, конечно же, мы начинаем осваивать при анализе нормативно-правовой документации. И, конечно же, индивидуальный образовательный маршрут в первую очередь отсвечивается в тех или иных документах, как закон об образовании, в том числе профстандарте. Хочу отметить еще раз, что, конечно же, профессиональный стандарт, который был зарегистрирован 18 октября 2013 года с изменениями 2014 года, отображал в том числе и разработку, реализацию индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной программы развития обучающихся. Отмечу, что, конечно же, 31 января, как многим нам известно, был подготовлен проект приказа Министерства труда и социальной защиты, который регламентирует изменения в профстандарте, где вы, конечно же, наверняка ознакомились и видели, что есть теперь градация непосредственно понятия педагог. Сама по себе специализация педагог, она включает ведь и не только учителя, начальных классов или основного общего образования, но и в том числе дошкольного образования. Поэтому сегодня мы постараемся с вами еще раз окунуться в преемственность как раз-таки ступени дошкольного образования, начального общего образования и основного общего образования. Итак, продолжу. Обратите внимание на то, что, конечно же, любая нормативно-правовая документация, естественно, осваивается не только в рамках, допустим, закона об образовании, но и в том числе федерального государственно-образовательного стандарта. Федеральный государственно-образовательный стандарт, начну я со ступени дошкольного образования, также был обновлен, но обратите внимание, изменения и дополнения были внесены 21 января 2019 года, в том числе и в 2022 году. Здесь представлены, обращая ваше внимание, QR-коды вы можете пройти и увидеть утвержденную федеральную образовательную программу, но в первую очередь напомню, что, конечно же, основное ФГО дошкольного образования это то, что выделяется в области развития. И согласно этим областям развития как раз-таки идет индивидуальный образовательный маршрут. Каждый из нас знает, что если целостное развитие ребенка предполагает социально-коммуникативное развитие, речевое, физическое, художественно-эстетическое, познавательное, то, конечно же, идет понимание гармонично развитой личности, которая умеет учиться, а значит, комфортно вольется в следующую ступень непосредственно начального общего образования. Казалось бы, конечно, каждый из нас знает, что, например, ребенок должен уметь считать, допустим, до 10, или, допустим, в подготовительной группе он уже знает основные геометрические фигуры и так далее. Но с каждым годом у нас возникают небольшие, так скажем, задачи, я называю себя их задачами, нетрудностями, которые необходимо преодолеть, решить с помощью своего саморазвития, в том числе развития ребенка. Ведь согласно возрастной периодизации мы прекрасно понимаем, что как раз-таки дошкольный возраст является той ступенью преемственности начального общего образования, где уже ребенок раскрывает себя как грамотная личность, возможно, даже с какими-то изъянами, которые необходимо будет решить. Обратите внимание, что Лев Семенович Выгодский уже непосредственно в своем исследовании выделял зону актуального развития и зону ближайшего развития. Непосредственно данные зоны подталкивают на то, что каждый ребенок имеет как раз-таки индивидуальный образовательный маршрут, то есть идет дифференциация, дифференцированный подход, личностно-ориентированный подход, который был раскрыт великолепно Ираидой Сергеевной Якиманской, и, конечно же, системно-деятельностный подход, который предполагает реализацию как раз-таки основ федерального государственного образовательного стандарта, все это ориентирует на то, что обучающиеся на ступени непосредственно начального общего образования раскрывают себя с функциональной стороны как грамотный или, возможно, с небольшими, так скажем, шероховатостями. Конечно, об этом чуть дальше подробнее вам изложу. Обращаю ваше внимание на то, что, конечно, дифференциация заданий, непосредственно предполагающая как раз-таки выделение базового или повышенного уровня развития, уже предполагает реализацию индивидуальной образовательной траектории. И мы знаем, что 31 мая 2021 года были обновлены стандарты федерально-государственного образовательного стандарта начального общего образования и основного общего образования. Также хотела бы напомнить, что, конечно, понятие федеральное обозначает, что документация стала на уровне как раз-таки нормативно-правовой, так как если вспомнить как раз-таки годы до 2009 года непосредственно, да, тогда у нас было понятие стандарта. И, конечно же, сейчас уже ФГОС имеет более такой содержательную направленность, нежели предыдущие варианты, потому что, если мы знали цель и результат, теперь мы имеем содержательную направленность, что непосредственно Министерством просвещения Российской Федерации изложено в примерных рабочих программах и в том числе основной образовательной программы каждой ступени. Естественно, это послужило некой палочкой-выручалочкой для молодых специалистов. Тут также могу уверить, что для молодых специалистов в том числе есть своего рода индивидуальный образовательный маршрут, потому что под руководством наставника, естественно, специалисты также взращиваются. И непосредственно обращая внимание на слайд, хотелось бы прокомментировать основные акценты, которые позволяют и делают такую предпосылку к пониманию того, что индивидуальный образовательный маршрут, он прослеживается красной нитью во многих нормативно-правовых документах. Равнодоступное качественное образование. Конечно, данная позиция регламентирована не только ФГОС, но и в том числе законам образования. Развитие мягких навыков, метапредметных и личностных. Здесь очень важно понять мягких, что значит универсальных. Конечно же, ребенок должен освоить настолько плавно, он должен проявлять свое умение учиться. Унификация оценочных процедур. Здесь в том числе и всероссийская проверочная работа, что раскрывает то, что ребенок согласно своей индивидуальной траектории развития развивается и формируется непосредственно как целостная гармоничная личность. Обратите внимание, что, конечно же, есть и понятие электронной информационно-образовательной среды. Казалось бы, каким образом перекликается наша тема с данной позиции? Естественно, что электронная информационно-образовательная среда, которая предполагает введение электронного портфолия согласно ФГУО с обновленным, введение электронного портфолия предполагает как раз-таки то, что и родители, в том числе учитель, обучающийся, может в доступной форме изложить, например, на сайте, согласно сайта школы и так далее. Допустим, в нашем ВУЗе, как и во многих ВУЗах, реализуется электронная портфолия, которая позволяет рассмотреть достижения обучающихся, увидеть средний уровень, так скажем, развития, в том числе зафиксировать отчетную документацию. Конечно же, любая деятельность имеет уровень развития, и согласно обновленным ФГУО с теперь выделяются уровни базового и углубленного. Мы помним, что есть понятие базовый, повышенный, высокий уровень, средний, низкий. И все это как раз-таки состыковывается с исследованиями Вугодского, который определял зоны актуальной ближайшего развития, о которых я вам ранее говорила. Естественно, идет дифференциация процесса, что предполагает индивидуальную траекторию развития ребенка. И здесь важно, что, конечно же, само по себе понятие претерпело изменения, но, однако, определение того, что есть базовый уровень, значит, выпускник, например, может научиться, или, например, научится. И, естественно, данные категории сейчас в обновленных ФГУО с отсутствуют, но, однако, мы понимаем, что ребенок получит возможность научиться, либо научится. А значит, он имеет, допустим, есть вариант того, что как раз-таки существует понимание того, что согласно обновленному ФГУО с выделяются уровни. И, конечно же, по поводу изучения второго иностранного языка. Мы вижу вопрос в чате, хотя, конечно же, предполагалось, что вы вопросы будете задавать в отдельной вкладке, но параллельно отвечу. Постараюсь отвечать параллельно также. Обратите внимание, что согласно обновленным ФГУО с, которое вывешено на сайте, непосредственно разработанным Министерством просвещения, многие из вас наверняка этот сайт уже видели, их конструкторы поработали, возможно, рабочих программ, если ваша деятельность связана как раз-таки с образовательной организацией, есть понятие изучения второго иностранного языка. Здесь идет выборность. То есть мы не можем категорически ответить родителю, если есть желание того, чтобы его изучить. И редакция ФГУО с, да, пока на сайте не вывешена, проекта никакого нету. Обновленный ФГУО с, который утвердился 31 мая 2021 года, он имеет как раз-таки свою силу и утвержден, а значит он введен непосредственно действия по всей стране, нашей стране Российской Федерации. И согласно этому ФГУО с, есть пункт как раз-таки изучения второго иностранного языка. Обратите внимание, что, конечно же, есть и рабочие программы по предметам основного общего образования, в том числе начального общего образования. И здесь наверняка вы вспомните и внеурочную деятельность, потому что не только урочная деятельность претерпела изменения, но и внеурочная, само по себе даже направление развития личности, которые ранее в ФГУО звучали как общеинтеллектуальное, например, да, духовно-нравственное, социальное, и в том числе физическое, спортивно-здоровительное было, и, конечно же, социальное. Обратите внимание, пять направлений было, общекультурное в том числе. И эти изменения по внеурочной деятельности вступили в силу после утверждения ФГУОС, когда ФГУОС первый утвердили, я так уж скажу, первый поколение, потому что мы приняли, так скажем, уже эту аббревиатуру непосредственно, да, в 2009 году, 6 октября, под номером 373, Министерством юстиции были приняты и утверждены ФГУОС. И только после того, как изменения были внесены согласно приказам и письмам, в 2011 году как раз-таки введены были направления. Почему я эти направления так прекрасно знаю? Потому что моя диссертация была основана как раз-таки на общее интеллектуальное направление внеурочной деятельности по формированию учебно-познавательной компетенции младшо-школьников. И, естественно, сейчас мы видим на сайте утвержденный ФГУОС, и пункты, которые у нас прописаны, мы принимаем как должное. Конечно же, существует много мнений о том, что, например, даже по федеральному перечню учебников есть, состыкуются, так скажем, противоречия между собой, да, которые предполагают, что да, ФПУ изменили, но, однако, содержание учебников не сильно претерпело изменения. Ну, допустим, в окружающем мире теперь есть тема того, что как измерять температуру, хотя, если здесь есть учителя, конечно же, подтверждят, что в окружающем мире Плешакова по ОМК «Школа России» есть уже темы термометров, вида термометров, и в том числе предполагается то, что изучение температуры тела, температуры, например, воздуха предполагается, и в том числе и, допустим, безопасное использование ртутного термометра, как и наряду с другими, допустим, видами термометра в том числе. То есть хочу сказать, что, конечно же, сейчас согласно обновленным ФГОС вводятся новшества, которые в течение уже, хоть и года вроде бы, перерабатываются. Мы прекрасно знаем, что в 2022 году вступили в силу и велись в действие непосредственно обновленный ФГОС, но уже с 2021 года многие как раз-таки организации, они адаптируют, привыкают и в том числе работают по новым ФГОС. И обратите внимание, конечно же, и конструктор рабочих программ, который предполагает выстраивание согласно содержанию учебного материала, также имеет свои, так скажем, изюминки. Есть, конечно же, понятие того, что мы можем обсуждать ФГОС долго. Это, конечно же, вытрепещущая тема до сих пор, потому что многие школьные учителя откликаются и положительно, и в том числе нейтрально и так далее, потому что существуют разные мнения, потому что у каждого есть свое видение. Итак, давайте продолжим. Надеюсь, на ваш вопрос я ответила. Если есть, конечно же, у вас вопрос, еще раз напоминаю, у вас есть вкладочка вопросов, можете туда отдельно прописать вопросы, чтобы после вебинара я смогла уже конкретно ответить. А сейчас продолжу дальше. Конечно же, ФГОС имеет структуру, которая нам всем известна, это три группы требований, требования к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации, в том числе к планируемым результатам. Ведь именно индивидуальный образовательный маршрут тесно связан с планируемыми результатами. И планируемые результаты, обратите внимание, также добавлю еще раз эту информацию, что они сохранили свое название личностные, метапредметные и предметные. Однако, если опять же сравнить с предыдущим вариантом ФГОС от 6 октября 2009 года, мы знаем, что, например, личностные результаты, они включают в себя нравственную и этическую ориентацию, смысл образования, да, мы знаем, что они включают в себя, допустим, самообразование, смыслопределение и так далее. Или, например, метапредметные результаты, также разделяются на универсальные учебные действия, однако, согласно, допустим, обновленным ФГОС, внутреннее содержание этих непосредственно действий изменилось. Ну и вот, допустим, личностные результаты, вы видите сейчас на слайдах, личностные результаты, они как раз-таки реализуются по направлениям воспитания. Здесь сразу же провожу параллель, конечно же, с деятельностью советника по воспитательной работе, потому что понятие воспитательной работы, понятие самого воспитательного мероприятия и в том числе программы по воспитательной работе сейчас очень стало актуальным. И хотя, давайте вспомним Караковского, который пропагандировал, реализовывал в своих исследованиях, допустим, коллективно-творческую деятельность, конечно же, также говорил, писал, исследовал, реализовывал в своей школе в Москве непосредственно школьное, допустим, сообщество, где был актив и так далее. И сейчас мы видим уже такую, так скажем, ярко выраженную непосредственно, не побоюсь этого слова, пропаганду воспитательной работы, которая, опять же, описывается, регламентируется документом. Мы, конечно же, каждый учитель в глубине души своей думает и наверняка предполагает, ну неужели я не воспитывал своих учеников. Точно так же, как и, например, воспитатели в детских садах понимают, что он не только развивает согласно областям, да, но и в том числе воздействует, воспитательные моменты есть. Конечно же, мы понимаем, что личность, которая вступила согласно профстандарту в этот ряд педагог, он не только обучает согласно документации, да, будь то он воспитатель дошкольного учреждения, либо, например, как мы сейчас говорим об учителе начальных классов, но он и развивает, он и в том числе и воспитывает. То есть эта триада непосредственного обучения, воспитания, развития, она всегда повсеместно идёт и в том числе глубоко между собой взаимосвязана. Стихийность процесса воспитания – это, конечно же, отдельный вопрос, и поэтому личностные результаты здесь подчёркиваются направлениями воспитания. Направления воспитания придерживаются согласно обновлённым ФГОС, это гражданско-патриотическое, это, например, ценности научного познания, это формирование культуры здоровья, эмоционального благополучия и так далее. Все эти направления вы видите сейчас на слайде и наверняка в курсе. Но обратите внимание на то, что если ранее параллельно ФГОС, да, 2009 года, который шла концепция духовно-нравственного развития и воспитания, и мы знали базовые ценности, мы предполагали, что идёт как раз-таки развитие национального воспитательного идеала, то сейчас концепцию духовно-нравственного развития и воспитания, которая была описана как раз-таки Данилю и Логиновой, мы сейчас не слышим об этом. Но, однако, видим воспитательную работу в нормативной документации, в том числе в личностных результатах и так далее. И вспомните базовые ценности, которые прописывались в концепции. Это семья, это, конечно же, труд, это, конечно же, религия, это, конечно же, патриотизм, социальная солидарность и так далее. И сейчас, конечно же, личностные результаты, они соприкасаются, они соприкасаются, они соотносятся с направлениями воспитания. И вот здесь самое важное то, что мы переходим непосредственно к метапредметным результатам. Метапредметные результаты – это второй, так скажем, блок, один из блоков планируемых результатов, который достигается, и точнее, учителями непосредственно основного общего образования, начально общего образования реализуются и формируются у обучающихся. Конечно же, и у воспитателей есть результаты, к которым они стремятся и ранжируют. Но обратите внимание, что метапредметные результаты, также, конечно же, есть ряда коммуникативных, и познавательных, и регулятивных. УД, здесь я постаралась непосредственно их аббревиатуры вам вырезать в слайде, но обратите внимание на то, что они теперь содержательно свои действия непосредственно раскрывают так. Базовые логические, например, действия, базовые исследовательские действия, работа с информацией. Это если касательно познавательных действий. Но, опять же, вспомним наш предыдущий вариант в ГОС, где познавательные, универсальные учебные действия раскрывались как раз-таки через логические операции, где мы раскрывали и анализ, и синтез, и обобщение, и классификацию, и так далее. Когда мы понимали, что, допустим, общеучебные были, например, умения, а сейчас у нас есть понятие базовых логических действий, базовых исследовательских, и работа с информацией. Естественно, каждый из этих действий раскрывается согласно индивидуально-образовательному маршруту в ракурсе того, насколько готов ребенок. И обратите внимание следующее – коммуникативные. Здесь я, наверное, чуть ли не восклицательными знаками хотела бы проговорить то, что если согласно ФГОС мы прописываем, что коммуникативные действия идут как общение и совместная деятельность, если вы обратите свой взор на примерную рабочую программу, откройте, например, предмет русский, язык, литературное чтение, любой другой предмет, в рамках, например, начального общего образования, то увидите, что в регулятивных действиях перенесли совместную деятельность. То есть, если согласно ФГОС, поэтому, возвращаясь даже к вопросу о том, что было по поводу изучения второго иностранного языка, возвращаясь к этому вопросу, проговариваю, что как раз-таки если сопоставить документ как ФГОС, который вывешен на сайте, в том числе примерно рабочую программу, то есть момент того, что в регулятивных действиях совместная деятельность включена в примерно рабочей программе, а ФГОС включена в коммуникативную деятельность. Конечно же, первоочередным нашим документом является стандарт, потому что мы ориентируемся на стандарт, мы составляем свою примерную программу, и, конечно же, мы действуем по ней. Поэтому есть момент того, что коммуникативное действие включает в общение и совместную деятельность. Это, конечно же, если разбить на, так скажем, матрешки, как я их называю, да, действия, когда это умение слышать, слушать, умение комфортно выйти из ситуации, в том числе реализовать как раз-таки совместную деятельность, приводить доводы, факты и так далее. Ну и регулятивное, универсальное учебное действие, регулятивное, да, это самоорганизация, самоконтроль. Здесь я добавила в скобочках, что на ступени основного общего образования добавляется эмоциональный интеллект и принятие себя и других. Обратите внимание на то, что, опять же, в сравнении ФГОС, который действовал у нас от 2009 года, в регулятивных действиях мы прописывали целое абзац, это целеполагание, это планирование, это регулирование своей деятельности, это коррекции, это самооценка и так далее. Сейчас мы видим, допустим, на экране, прекрасно четко вам видно, надеюсь, самоорганизация, самоконтроль и, как вот еще раз повторюсь, эмоциональный интеллект, принятие себя и других. Почему так подробно остановилась на данных планируемых результатах? Ну, наверняка вопрос сразу же имеет у вас ответ, потому что каждый из этих планируемых результатов является достижением обучающегося. Естественно, реализуя тот или иной индивидуальный образовательный маршрут, ребенок реализует свои как раз-таки предпосылки согласно планируемым результатам. Предметные результаты у нас также фиксируются согласно предметным областям, и здесь, конечно, есть момент того, что предметные результаты, ну, не то что укомплектовались, они немного даже сократились, есть момент того, что, допустим, если говорить про русский язык, литературное чтение, буквально по шесть предметных результатов блочно, да, выстроены, и, конечно же, эти предметные результаты ребенок тоже должен освоить. Но буду также возвращаться непосредственно к своему материалу, постараюсь вам дальше прокомментировать, надеюсь, все хорошо видно и слышно. И вот постепенно мы переходим с вами непосредственно к пониманию того, что существует индивидуальный образовательный маршрут, индивидуальная образовательная траектория и индивидуальная образовательная программа. Индивидуальная образовательная маршрута, здесь, конечно же, ссылка будет на полезные, так скажем, источники. В первую очередь проговорю о том, что исследования заложены Аллой Прокофьевной Тропициной, да, это всем известный как раз-таки деятель, обратите внимание в этой области. Но что хотелось бы прокомментировать? Конечно, индивидуальный образовательный маршрут, как его еще и он называют, он существует в самом понятии того, что субъект выбирает для себя некого рода, так скажем, движение. Как он будет изучать, согласно, например, своему состоянию здоровья или, например, своей степени одаренности, а может быть, просто есть предпосылки согласно, допустим, заявлению, в том числе локальным актам образовательной организации, естественно, реализуется все это. Но здесь не будет, наверное, лишним, точно так же индивидуальный образовательный маршрут реализуется на ступени высшего образования, потому что и студент имеет право реализовать свой, так скажем, маршрут согласно выработанному, разработанному индивидуальному учебному плану. Но об этом чуть позже. Давайте далее. Индивидуальная образовательная траектория. Казалось бы, два понятия маршрута и траектория между собой синонимичны. Да, они похожи, да, но есть момент того, что если мы рассматриваем траекторию, то это уже более такого характера субъектного непосредственно, что раскрывает потенциал, потенциал непосредственно ученика. И здесь не только ученика, да, который является, так скажем, субъектом образовательной организации на уровне начального общего образования, основного общего образования, но в том числе разрабатывается и индивидуальная образовательная траектория для дошкольников. Потому что мы сейчас сталкиваемся с реалиями времени, когда родители, естественно, знают и свои права, и обязанности. Они предполагают, что для своего ребенка, если есть возможность и документально оформленную, так скажем, индивидуальную образовательную траекторию, то он может ее реализовать. Здесь, естественно, большинство, так скажем, опрашиваемых всегда проговаривают о том, что, конечно же, если ребенок с ОВЗ, это есть момент того, что здесь, можно сказать, стопроцентное такое, так скажем, попадание того, что будет индивидуальная образовательная программа. Но, однако, опять же, основанная на консилиуме, потому что каждый из нас понимает, что мы потихоньку переходим, да, к ступени как раз-таки индивидуальной образовательной программы, что только с согласия родителей, с заявления родителя, есть момент того, что ребенок переходит, ну, например, в коррекционную либо школу, либо, например, у него есть отдельный образовательный маршрут, у него есть адаптированная программа, по которой он обучается. К сожалению, многие сейчас, например, да, сталкиваются, учителя, воспитатели, с тем, что как раз-таки в образовательных организациях есть момент того, что существует эта личность, личность есть, ребенок, да, как непосредственно воспитанник, обучающийся, но либо со стороны родителей нету, так скажем, должного внимания и понимания. Здесь ведь есть момент того, что любая нозология может быть по-разному выражена, естественно, есть, допустим, слабослышащие, либо совсем оглохшие, да, глухие, есть понятие того, что существует сохранный интеллект и так далее. Но самое важное здесь, наверное, услышать своего ребенка в первую очередь, потому что, по крайней мере, сколько вот у меня уже проходит, допустим, студенты практику, сколько я сама сталкиваюсь непосредственно с реалиями жизни, что многие детки такого рода остаются без должного внимания, не от того, что воспитатель или, допустим, учитель не предоставил условия, нет, а потому что нет вот взаимного контакта непосредственно между родителем и, допустим, представителя образовательной организации, между образовательной организацией и как раз-таки условиями реализации. И вот обратите внимание, как раз-таки согласно обновленным ФГОС существует понятие адаптированной программы. Да, я с вами соглашусь, существовала и ранняя программа, которая разрабатывалась по срокам как раз-таки реализации, не 4 года, как обычно у деток, допустим, да, начальных классов, а, например, согласно их нозологии и так далее, 5 лет, 6 лет. Но самое важное здесь, что согласно адаптированным, само понятие адаптированной программы и федерального перечня учебников, которые в том числе зарегистрированы и утверждены Министерством просвещения, позволяют использовать учебники для детей с ОВЗ. И здесь индивидуально-образовательная программа, она выделена специально отдельным понятием для того, чтобы продемонстрировать, что, конечно же, сопровождение ребенка с ОВЗ требует не только документально, да, подтверждены непосредственно программы, но это и разработаны отдельно адаптированные программы в федеральном перечне учебников те или иные материалы, которые позволяют развивать ребенка целостно. Здесь, конечно, есть момент того, что существует понятие ПМПК, естественно, до ПМПК детки порой просто не доходят лишь от того, что родители не согласны, они не видят. Есть момент тютерства, например, у нас в городе, да, в Уфе есть школы, где целый комплекс коррекционных, да, это школа, например, номер 40, мы всегда знаем о том, что от детского сада, начиная от ступени дошкольного образования, до выпуска, да, школьного, да, у них есть индивидуальный образовательный маршрут ребенка, который может себя чувствовать комфортно, потому что он уже с детского сада в этом образовательном учреждении постепенно переходит уже на ступень начального общего образования и так далее. То есть существует как раз-таки вот такая вот плавная линия, которая позволяет развивать ребенка гармонично. Но, к сожалению, по нашему городу таких школ, вот такого целостного комплекта мало, потому что есть свои нюансы, об этих нюансах, я думаю, вы понимаете, не будем проговаривать. Итак, продолжим дальше. Конечно же, тема индивидуального образовательного маршрута, она настолько широка, как вот в математике точечно невозможно раскрыть, допустим, формулу и сказать, что вот площадь измеряется таким образом. И есть момент того, что, конечно же, понятие индивидуального образовательного маршрута, оно раскрыто многими деятелями. И исследователи в области психологии, педагогики, в том числе, конечно же, и смежных предметов раскрывали само понятие, в том числе и согласно нормативной документации. Ну вот, допустим, да, тут вы видите вариант как раз-таки образовательных маршрутов для обучающихся в рамках как раз-таки Голодцковой. Обратите внимание, что не зря я предполагаю на слайде как раз-таки такого рода условное обозначение, что согласно ФГОС, начального общего образования, пункт 21, да, обновленных, естественно, ФГОС, существует понятие, что разрабатываются индивидуальные учебные планы. И, конечно же, индивидуальная потребность обучающихся должна учитываться, реализовываться и локальными нормативными актами организации подтверждаться. И есть пункты как раз-таки смежные и 20-й пункт ФГОС и так далее, которые диктуют, диктуют, так скажем, да, непосредственно то, что необходимо реализовать. И вот вариативно-образовательные маршруты предполагают то, что, конечно же, существует выбор у обучающихся посредством, конечно же, родителей или его законных представителей, где есть опережающие темпы развития, есть с ослабленным здоровьем, например, с низкой учебной мотивацией, как, допустим, педагогически запущенные дети, в том числе одаренные обучающиеся, да. И обратите внимание, тут, конечно же, и одаренные, и трудности в общении имеют и так далее, и так далее. Но самое важное, что мы понимаем, что есть, допустим, индивидуальный образовательный маршрут не только для детей с ОВЗ. Это, конечно же, для тех деток, которые чувствуют себя, ну, как бы сказать, не в своей тарелке. Они понимают, что да, вот, например, мне было бы важно, допустим, да, и, конечно же, если грамотный родитель, мудрый родитель видит его предпосылки и грамотно со специалистами обговаривает эту ситуацию и выстраивает этот маршрут, естественно, путь к успеху обеспечен, потому что ребенок чувствует себя комфортно. Это ведь не только индивидуальный образовательный маршрут выстраивается, когда, например, ребенок не сдал ОГЭ, допустим, да, по какому-то предмету. Были такие случаи, наверное, и у вас, у нас тоже, как говорится. Есть момент того, что ребенок пишет заявление о том, что, ну, например, просто говорю, математику ему надо изучать более глубже, и он изучает только математику. Допустим, условно говоря, на второй год, ну, остаться на второй год, это, конечно, трагично возможно для некоторых детей, но, однако, изучает отдельно этот предмет, потому что он не сдал свой, так скажем, экзамен. Но ведь не только для того, чтобы сдать успешно экзамен, да, такого характера, как уровень ОГЭ, например, ЕГЭ и так далее, нужно писать заявление для того, чтобы ему образовательную траекторию выстроили. Самое важное понять, что уже со ступени дошкольного образования, если замечается какая-то, допустим, да, задача, еще раз говорю, не трудность, а задача, ее нужно реализовать, ее нужно решить. И очень важно, когда в единице, конечно, случаев, когда есть вот этот вот тандем того, что и воспитатель видит, и родитель, и, конечно же, образовательная организация реализует запрос. Потому что есть момент того, что, конечно же, согласно возрастной периодизации, ну, например, того же Льва Семеновича Выгодского или Льконина, есть момент того, что существует, что дошкольном возрасте ребенок, да, в ролевых играх может проявить себя, да, мы видим, да, например, его деятельность. Или, например, если он к учебной деятельности не готов, или, возможно, наоборот, он неусидчивый, кажется, он такой гиперактивный, вот он, ну, вот, ну, как будто бы мешает, да, как шило в одном месте. Но, естественно, возникает вопрос какой? Он, наверное, неусидчивый, он, наверное, чересчур гиперактивный, даже вот специально проговорить, чересчур, да, он, есть момент того, что он может срывать уроки, но, в принципе, он прекрасно понимает материал, он может с легкостью зайти, так скажем, в зону актуального и ближайшего развития, потому что он знает больше, нежели другие. И многие, сейчас, конечно, не камень в огород учителей, но все-таки некоторые, видя, так скажем, бурную реакцию, недопонимают то, что ребенку нужно, может быть, дифференцированный подход, нужен отдельный, как раз-таки, индивидуальный подход, который предполагает, что он будет еще отдельно решать. Но, естественно, что здесь нужно разбираться со специалистами, потому что есть понятие дефектологов, психологов, тех же самых, например, социальных работников и так далее. То есть не только один учитель решает проблему, естественно, задачу разрешает совместно. Обратите внимание, что следующий, конечно же, подпункт, который раскрывает, проектирование индивидуального образовательного маршрута уже в классификации другого как раз-таки деятеля, это Марковой, где познавательная деятельность является основой. То есть если раньше мы, ранее в слайде мы рассматривали различного рода вида, здесь мы познавательную деятельность выделяем, где, например, существуют маршруты интеллектуальной познавательной направленности, в том числе творческой познавательной направленности и лидерской познавательной направленности. Естественно, каждая из этих направленностей определяет свое содержание индивидуального образовательного маршрута. И здесь важно отметить, что в урочной, в том числе внеурочной деятельности реализуется. И вот как раз-таки Алла Прокофьевна Трепицына проговаривает и в своей книге, в учебном пособии в том числе прописывала о том, что существует своя классификация индивидуального образовательного маршрута, которые регламентируются и рядом исследований, где существует вид образовательной программы, то есть, например, базовое либо углубленное изучение отдельных предметов, о чем я вам говорила. Допустим, у ребенка есть талант, дар, допустим, может быть, в уме прекрасно считать. То есть это не понятие ментальной арифметики, отнюдь не то. Естественно, что ребенок просто настолько он одарен. И согласно различным классификациям мы выстраиваем индивидуальный образовательный маршрут. Индивидуальный образовательный маршрут, он предполагает своего рода позиции, компоненты, которые выстраиваются в содержательной направленности, в деятельностной направленности и в просоциальной направленности. Обратите внимание, что здесь, конечно же, индивидуальная образовательная траектория выстраивается по показателям, например, профиля обучения, особенности развития, уровень образования, школьная зрелость. Ведь ребенок не всегда приходит в школу даже с учебной мотивацией настолько готовым. Например, если вспомнить диагностики непосредственно, которые позволяют проявить и изучить мотивацию, мотивационную сторону, есть момент того, что существует, допустим, мотивация внутренняя и внешняя. Если, например, ребенок, ну, допустим, элементарная методика, многими известно, прием такой, есть момент того, что ребенку, допустим, зачитывается, ну, какая-нибудь сказка, а потом в какой-то интересный момент, не дочитав сказку, предлагают поиграть. Если ребенок с легкостью переходит к игре, да, конечно же, вы ему не зачитываете огромную сказку, то есть момент того, что у ребенка еще не совсем сформирована учебная мотивация. Если он говорит о том, что желает продолжить, да, что там интересно в этой, допустим, там, сказке, есть посыл о том, что ему учебная мотивация как раз-таки сформирована и ему интересно. Есть множество понятий, которые существуют как в параллели учебной мотивации, да, например, если мы говорим про лесенку, допустим, побуждений, если мы проговариваем про такие диагностические инструментарии, которые необходимо зарисовать в рисуночной методике, также предполагать раскрытие внутреннего мира ребенка, его ощущение готовности к индивидуальному, так скажем, да, образовательному маршруту в рамках, например, начальных классов и так далее. То есть здесь, кстати говоря, также отдельно в следующих слайдах QR-кодом будет выведено как раз-таки учебное пособие Немова, где предполагается психодиагностика, как раз рассматривается подробно, с описанием прям отдельно каждая методика. Это вот чуть позже на слайдах. Итак, структура индивидуального образовательного маршрута согласно как раз-таки траекториям, выбранным в том числе критериям, конечно же, определяет целевой компонент. Любая деятельность имеет цель. Как мы знаем, например, теорию деятельности Леонтьева, естественно, у нас есть мотив, у нас есть цель, мы планируем деятельность, и как раз-таки все эти непосредственно компоненты выливаются в одну структуру, которая, например, реализуется в индивидуальном образовательном маршруте. Целевой компонент содержательный, технологический, диагностический и организационно-педагогический. Естественно, когда вы изучаете ребенка, то со специалистами, которые непосредственно вам помогут, потому что наедине с таким непосредственно задачей не справятся. Здесь есть момент того, что выстраивается индивидуальный образовательный маршрут согласно цели, согласно особенности ребенка. Здесь в слове особенности я не проговариваю только ОВЗ. Особенность имею в виду педагогически запущенный ребенок, может быть, его в класс выравнивание нужно, да, или, например, есть момент того, что он одаренный, углубленное изучение отдельного, допустим, предмета существует и так далее. Согласно цели выстраивается содержание. Это нам всем известно, потому что если мы ставим цель, допустим, да, освоить, например, иностранные языки или, например, изучить, допустим, русско-народное творчество, естественно, мы погружаемся в содержание русского народного творчества. Здесь есть понятие того, что в содержании тоже чуть далее будет раскрыто, выстраивается и индивидуальный учебный план, программа, то есть существует своя структура, индивидуальный такой маршрутный лист технологический. Но здесь, естественно, методики, методы различного рода приемы, педагогические технологии. Ну, например, сразу же вспоминается педагогическая технология Шаталова, который предполагал как раз-таки изучение в блочной системе, когда есть момент того, что тема, материал додается блоками, и, конечно же, ну не всем по зубам была данная система, технологии, да, но однако она предполагала как раз-таки развитие вот одаренных детей, детей, которые умели индуктивно и дедуктивно размышлять. То есть есть момент того, что не всем это дано. Естественно, что если говорить о педагогических технологиях, системах, здесь можно вспомнить и развивающую систему Леонида Занкова, и в том числе Ильконина Давыдова, которые работали совместно, да, это учитель с учеником и так далее. Но это одни из громких, так скажем, да, имен, в том числе мы можем перечислять бесконечное множество, потому что на самом деле в любой ступени есть те деятели, которые раскрыли ее с другой стороны. Ну, сами представьте, далекие, так скажем, времена сам Яна Москаменский описал классную урочную систему, которой мы по сей день пользуемся. Понятие урок, понятие переменной, каникул, то, что классы должны быть одного возраста, что нужно понимать, допустим, что урок предполагает определенный промежуток времени и так далее, все раскрыл как раз-таки чешский педагог Яна Москаменский, который является великим дедактом, и сейчас мы пользуемся классной урочной системой. Не, ну, наверное, есть момент того, что вы вспомните Константина Дмитриевича Ушинского, который также является народным педагогом-наставником и привнес большой вклад непосредственно в деятельность учителя, но об этом чуть погодя. Организационно-педагогический компонент. Организационно-педагогический компонент – это условия. То есть мы знаем, что, например, согласно ФГО существует требование к условиям реализации основной образовательной программы. Это материально-технические условия, это кадровые условия. Немаловажно кадровые условия, ведь не в каждой организации мы найдем психолога, мы найдем тьютера, мы найдем социального педагога или логопеда. Ну, допустим, если даже будет психолог, уже замечательно. Если есть тьютер – шикарно, а если все в совокупности – идеально. Естественно, есть момент того, что это все материально-технически должно быть поддержано. Это не только, допустим, цвет стен, который предполагает, что ребенку не давят на психику, а только формирует учебную мотивацию. Ну, и в том числе, конечно же, есть момент того, что персонал должен быть обеспечен. Здесь, конечно, на, так скажем, выручку приходит доп. образование, когда мы понимаем, что, например, учреждения доп. образования, заключая как раз-таки соглашения, могут провести и внеурочную деятельность на базе их доп. образования, доучреждения, и, например, какие-то образовательные услуги. И, естественно, мы проговариваем с вами далее, потому что любая деятельность имеет функцию. И функции индивидуальной образовательной программы включают в себя не только мотивационную, потому что ребенок должен же чувствовать себя, что он, как вам сказать, неотчужденный. Его не просто так индивидуальную образовательную программу ему выстроили, а потому что он имеет свои, так скажем, задачи и так далее. Здесь сразу же вспоминаются реплики родителей, которые считают и горой стоят за то, чтобы ребенок с особенностями в развитии своего здоровья обязательно был в социуме. Я за. Да, конечно, но существует понятие нозологии, если в пределах, так скажем, существует, и в том числе есть хотя бы помощник, ну пусть хоть не тютер, в идеальности тютер, конечно, должен быть рядом с этим ребенком, хотя бы его там родственник, бабушка, либо мама, или кто-то еще, это облегчает труд, это облегчает труд учителя, но и труд этого ребенка, потому что он чувствует себя неотчужденным. Он понимает, что вот здесь вот рядом сидит его человек, который его поддержит, в каких-то моментах уделит больше внимания, потому что в ракурсах, допустим, деятельности учителя и даже воспитателя, и в детских садах детки существуют, да, такого рода, к сожалению, и в яслях даже бывает, не только на уровне подготовительного, допустим, да, группы, ребенок остается наедине, потому что воспитатель, нянечка, да, ну, я не скажу, наверное, секрет, порой и нянечки не бывает, воспитатель и за нянечку еще работает. Естественно, деток больше, тут не частная школа и не частный детский сад, где вот, допустим, определенное количество, например, да, детей есть, а есть момент того, что нужно уделить ему внимание, какой-то момент обнять. Если это аутист, допустим, с аутичными проявлениями, естественно, шум и так далее на него влияет. А вы представьте, детки в саду разве могут не шуметь? Мы в школе порой пытаемся дисциплину сдержать, а в детском саду это еще тяжелее, потому что деткам нужно всегда внимание, они все время верещат, пищат, играются, они развиваются, потому что. И вот ребенку, который, к сожалению, испытывает из-за этого трудности, он начинает дискомфортно себя чувствовать и начинает проявлять агрессию. Естественно, сталкивается мнение родителей, что вот, например, вы не смотрите за своим ребенком или, например, воспитателю, но, к сожалению, еще раз говорю, должен быть вот этот тандем между родителем и, конечно же, законным представителем, в том числе, если такова ситуация, между воспитателем, конечно же, и вот этим ребенком, личностью, который хочет развиваться, он желает развиваться, а нам нужно помочь. И вот индивидуальный образовательный маршрут, как раз-таки здесь вот прописано, реализуется согласно потребностям самоопределения, потому что ребенок должен самоопределиться, как ему комфортно развиваться, свои вот эти универсальные мягкие навыки развивать. Итак, перейду дальше. Конечно же, согласно любой деятельности, существуют и этапы, и мы сталкиваемся и здесь с этапами, согласно как раз-таки исследованиям, в том числе взято за основу как раз-таки учения Хуторского Андрея Викторовича. Андрей Викторович Хуторской разрабатывал как раз-таки понимание компетенции, в том числе учебно-познавательной компетенции, раскрывал компетентностный подход наряду с исследователями, как, например, зимняя и так далее. Но здесь само понятие как раз-таки компетенции и компетентности, понятие того, что есть уровень овладения, в том числе перекликается с индивидуальным образовательным маршрутом. Обратите внимание на то, что этапы, но они очень просты в освоении, потому что в первую очередь что? Это диагностика. Любая деятельность, вот, например, ребёнок приходит в детский сад, мы знаем, что нужно его продиагностировать. Естественно, он отвечает на элементарные вопросы, которые касаются областей развития. Мы просим его, например, назвать имя, где он, например, живёт, если он прекрасно называет адрес, вплоть до того, что, допустим, называет не только улицу, дом, квартиру, но ещё и назовёт там, например, республику, город и так далее. Естественно, мы понимаем, что у него познавательное развитие на уровне. Если он безошибочно проговаривает, социально-коммуникативно, речевое развитие преобладает, и, конечно же, мы видим его целостную картину, вот как раньше ФГУОС начального общего образования. Почему говорю раньше? Это от 2009 года портрет выпускника существовал. Сейчас такого кардинально с характеристикой, прям отдельным абзацем портрета выпускника в тексте ФГУОС вы не найдёте, но, однако, существует свой портрет школьника, свой портрет выпускника начального общего образования и так далее. Конечно же, согласно диагностическому материалу, вот здесь вы по QR-коду можете пройти и увидеть как раз-таки учебник Немова по психологии. Если есть желание, можете в браузере в свободном доступе, без какой-либо оплаты, спокойно скачивается в PDF-формате, и там прям каждая диагностика расписана, как трактовать, для какого возраста и так далее. В том числе и существует тут для дошкольного возраста. Обратите на это внимание. И, конечно же, согласно диагностическому материалу, полученным результатам, делая вывод, мы предполагаем, насколько ребенок себя будет комфортно чувствовать в этой среде. Да, конечно же, есть общие рекомендации для того, чтобы родитель услышал, усвоил, но даже, допустим, индивидуальный образовательный маршрут может быть связан с тем, что, например, он не посещал долгое время детский садик не от того, что болел. Ну, например, родители так решили, что детский сад же по закону образования не является обязательным. Естественно, какое-то время они не посещали, а потом решили, допустим, пройти как раз-таки, ну, например, в подготовительную либо в старшую группу. Ну, или как вариант, допустим, среднюю. Ну, как вариант. Конечно же, существует само понимание, уже логично, что нужно выстроить индивидуальный образовательный маршрут, потому что ребенок-то, может быть, находился в квалифицированных руках родителей, да, то есть родители сами воспитатели или, например, имеют образование педагогическое, но, однако, нужно быть все-таки мудрым и индивидуальный образовательный маршрут, да, выстроить, потому что существует понятие домашнего обучения, конечно же, согласно тем или иным причинам, но, однако, если привести пример того, что детки не всегда посещают детский сад, начиная, допустим, там, с начального общего образования, вот тогда уже начинают задумываться родители о том, что нужно. Конечно же, я привержен из того, что детский сад нужен ребенку, если нет каких-либо фактов отклонений и так далее, что вот, ну, допустим, по каким-то причинам нельзя, невозможно, точнее, не то, что нельзя, добро пожаловать нужно, потому что ребенок должен ощутить себя как раз-таки социально адаптированно, потому что если он не социализируется в рамках ступени дошкольного образования, комфортная, комфортная как раз-таки преемственная социализация в рамках следующей ступени начальных классов, она будет как раз-таки затянута, потому что ребенок себя не может реализовать полно и комфортно. Ну и, конечно же, продолжим дальше. Следующий этап, после того, как вы исследовали, вы просмотрели, вы изучили, со специалистами обговорили, примерно наметили, да, точки, так скажем, опорные, конечно же, фиксируется каждым обучающимся, в том числе педагогам, те или иные образовательные объекты, то есть что он реализовал согласно этому маршруту, каким образом он смог, например, себя раскрыть. Конечно, не каждый ребенок может сразу выполнить те задания, которые вы ему предоставили. Возможно, будут затруднения. Здесь есть важная составляющая, что в этой траектории ребенок не один. Он совместно с родителем, подчеркиваю, совместно, и с воспитателем. Или, например, родитель, учитель, ну, естественно, в скобочках законный представитель. Предполагается как бы автоматически. Содержание учебного плана, оно может варьироваться согласно, конечно же, заявленной программе, потому что здесь мы можем изменить в целом учебный план, либо, например, сократить, допустим, срок обучения, либо, например, проведение предмета и так далее. Я здесь провожу параллель сразу с образовательным учреждением на ступень дошкольного, начального общего образования и основного общего образования в том числе. Потому что если составлять программу по дошкольникам, мы, конечно же, опираемся на области развития. А их пять. Если мы говорим по поводу как раз-таки начального общего образования или основного общего образования, мы предполагаем реализацию как раз-таки учебного плана. На основе него и календарно-тематическое планирование может меняться и так далее. И, конечно, проговаривая в следующих этапах, здесь важно увидеть, что выстраивается личностное отношение обучающихся к предстоящей тематике. Естественно, ребёнок, чувствуя то, что он выполнил, например, свое задание, он чувствует ситуацию успеха. Умелые руки воспитателя, в том числе и, например, родителя, создают эту ситуацию успеха. То есть ведь нужна поддержка. Ещё раз говорю, ребёнок не должен себя чувствовать отчуждённым, отчуждённым от того, что ему там дали вот этот индивидуальный образовательный маршрут. Отнюдь нет. Он имеет право на этот маршрут. И, естественно, он его реализует комфортно. А если говорить как раз-таки о достижении определённых целей, который вы заявили вместе с ребёнком, да, с его родителем, законным представителем, либо, конечно же, вы прогнозируете согласно, допустим, своей, так скажем, дате его реализацию. Чуть позже на экранах вы увидите примеры индивидуального образовательного маршрута, поэтому пока на слух, наверное, воспринимается тяжеловато. И вот как раз-таки индивидуальный маршрут, когда выстраивается, он реализуется в интеграции с другими специалистами, разработчик, конечно же, маршрута, проанализировав все этапы диагностики, составив поэтапное как раз-таки содействие ребёнку в реализации этого маршрута, решает, насколько правильно, возможно, эффективно, насколько грамотно, возможно, даже на уровне базового, либо, например, повышенного, высокого уровня остался этот ребёнок. То есть его развитие прослеживается. Конечно, существует момент того, что ранжируются как раз-таки формы и критерии оценивания деятельности, и в том числе есть множество, подчеркну множество примеров индивидуального образовательного маршрута и листа, потому что согласно нормативной правовой документации, ранее я вам прокомментировала, согласно локальным актам образовательной организации как раз-таки и формируется этот лист. И вот, допустим, здесь один из вариантов, это примеры, вы можете такие примеры найти, и наверняка у вас есть, если вы сталкивались как раз-таки с дошкольным образовательным учреждением, вы видите, каким образом можно выстроить индивидуальный образовательный лист. То есть ожидаемый результат отметить, формы, методы работы, работу ребёнка, допустим, со специалистом в группе, конечно же, можно разделить по областям и так далее. И следующий как раз-таки пример листа индивидуального образовательного маршрута, здесь есть как и для начального общего образования, вот допустим, да, вы видите сейчас слева на экране, где подписывается учеником, да, его непосредственно родителям, каким образом, допустим, выполнено это количество часов, например, да, по какому-то предмету, и, например, индивидуальный коррекционный развивающий маршрут. То есть здесь мы уже говорим о детках, которые имеют особенности по состоянию здоровья, и, конечно же, здесь и дефектологи закрепляются, и логопеды, и в том числе психолог, потому что для такого ребёнка комплексное должно быть развитие. Поэтому здесь важно учесть мнение каждого специалиста. Прошу обратить внимание дальше. Конечно, предполагая деятельность, мы её оцениваем, мы даём рефлексивно-оценочную, так скажем, этап, и здесь мы видим согласно как раз-таки примеру, ещё раз подчеркну, это всего лишь пример, то есть вы можете разделить критерии, показатели и конечный результат по-своему, но опираясь, опять же, на локальные акты, на нормативные документации, потому что самостоятельность приветствуется, конечно, но, однако, мы всегда опираемся на нормативную документацию. И вот оценочная как раз-таки позиция выражается в том, что критерия определяется, допустим, рост достижений, или, например, участие в интеллектуальных марафонах, или, например, результаты итоговой текущей аттестации и так далее. Ведь результаты могут быть разные, они могут быть стабильными, они могут быть как раз-таки с ростом, да, личностных или метапредметных результатов, можно ранжировать как раз-таки отдельно на ОУД, да, мы можем, допустим, выделить, что вот, например, регулятивное универсальное учебное действие у ребенка стали, например, допустим, лучше. Вы прекрасно знаете, что существует большое количество пособий по достижению образовательных, допустим, планируемых результатов, где можно раскрыть ребенка как раз-таки, каким образом он себя чувствует в той или иной среде. Это рефлексивно-оценочный этап. По-другому еще можно сказать оценочный, контрольно-оценочный этап. Но самое важное понять суть, что мы отрефлексировались с ребенка. Обратите внимание, ребенку важно проговорить не только, что вот у него не получается. Вы, наверное, почувствовали, что нужно создавать ситуацию успеха, что вот, например, да, ну, Сон, говоря, Ваня, Петя или кто там еще, «Молодец, как у тебя прекрасно получилось, посмотри, а ведь вот это мы с тобой ставили, допустим, например, конец марта, а ты выполнил пораньше, прекрасно, а посмотри, какие у тебя результаты по тесту». Или, например, может быть, его похвалить за то, что он красиво начал писать. Ведь ребенку любое достижение доставляет удовольствие. И не скупитесь на эти слова, потому что и родитель должен подкреплять, и в том числе педагог. Итак, согласно нашему, конечно же, слайду, следующее существует как раз-таки понятие того, что проектируется индивидуальный маршрут с использованием, как уже до этого проговаривала, учебного плана, который видоизменяется в форму, очно-заочно или заочно. Но здесь есть момент такой, что, конечно же, согласно заявлению, например, заявление будет чуть позже, необходимо выстроить учебный план и ранжировать его, потому что существует само понятие учебного плана, который есть обязательная часть и вариативная, как мы еще говорим, инвариантная и вариативная часть. Согласно обновленным ФГОС, подчеркну, ФГОС обновили не только на уровне начального общего образования, не основного общего образования. Буквально, можно сказать, также в этот период обновили ФГОС высшего образования, как мы называем 3++. Естественно, существует понятие ядра, существует само понятие универсальности, унификации, то есть есть ядро, начиная от ФГОС дошкольного образования и ФГОС высшего образования, потому что ребенок выстраивает свой маршрутный лист согласно как раз-таки этой траектории. И вот это ядро, оно предполагает то, что нам необходимо в учебном плане высчитывать, условно говоря, обязательную часть, то есть мы понимаем, что согласно, допустим, стандарту выделяется определенное количество на обязательную часть, и вот есть вариативная, как еще в народе называют вариативка. Естественно, что региональный компонент, допустим, даже нас, если коснуться, это у нас, допустим, язык на изучение башкирского языка, конечно же, теперь у нас уже включается как раз-таки в обязательную часть, поэтому есть момент того, что многие образовательные организации мобильно подстраиваются под требования документации. Точно так же и здесь, если ребенок предоставил заявление, где озвучивается, что существуют, допустим, какие-то факты, есть желание перейти на индивидуальный учебный план, естественно, образовательная организация не имеет права отказать. То есть существуют заявления, существуют факты, еще раз подчеркну, это не только ОВЗ. Понятие того, что учебная, допустим, исследовательские проектные работы, либо, например, внеурочная деятельность здесь уже учитывается иначе, потому что либо количество часов уменьшается, да, потому что ускоренное обучение, например, нужно, либо, например, какие-то предметы, как вот ранее я вам приводила в примере, допустим, математику не сдали, отдельно выделяется, чтобы изучал ребенок непосредственно углубленно. И согласно как раз-таки законам образования, может быть получено само по себе образование, всем нам это известно, в форме семейного образования, самообразования и так далее. И мы уже вспоминаем сразу же нашу пандемическую... Так, хорошо, вижу ваш вопрос. Конечно, немного отвлекает, когда в чате вы пишете, но все-таки параллельно отвечу после этого слайда. Естественно, что есть момент того, что когда у нас была ситуация, как раз-таки, когда мы только-только столкнулись с пандемией, многие из нас перешли в дистанционное образование, многие из нас в эту форму влились, потому что на самом деле существует понятие не от того, что индивидуальный образовательный маршрут реализуется с помощью ИКТ-технологий, но и в том числе форма обучения по вызову времени перешла в новый формат. И многие из нас освоили этот формат и, в принципе, успешно научились проводить не только занятия или конференции, но и в том числе такого рода, например, вебинары, семинары и так далее. Прозвучал вопрос, что помимо индивидуального образовательного маршрута педагог-психолог пишет календарно-тематическое планирование. Да, конечно. Сейчас как раз-таки в образцах я вам еще раз продемонстрирую. Обратите внимание, согласно договору определяются учебные предметы, как уже проговаривалось. Ну, например, если ребенок выбирает, допустим, очно-заочную форму, мы понимаем, что она будет отличаться от заочной, потому что есть доля самостоятельной работы студентов. Ну, приведу пример. Также, допустим, на уровне высшего образования, если ранее мы знали, что идет учебный план 60 на 40, в том числе сейчас это реализуется и в школах, 60 на 40, если мы имели в виду, да, допустим, сейчас 80 на 20. То есть 80% у нас, допустим, обязательной части, инвариант на 20%. Есть момент того, что существует как раз-таки учебный план, который предполагает вот соотношение этого процента 80 на 20, обязательная часть, соответственно, и вариативная часть. Конечно же, если ребенок желает в заочной форме обучаться, то доля самостоятельной работы студентов будет намного больше. И раз самостоятельная работа студентов предполагается, естественно, ребенок задумывается о том, насколько он это освоит, потому что многие детки самостоятельно, допустим, да, без присмотра родителей, законных представителей, да, ну, взрослых непосредственно, не всегда могут освоить самостоятельно, непосредственно. Конечно же, здесь придут на помощь и КТ-технологии, которые позволяют связаться с учителем непосредственно наряду с дистанционными технологиями, и таким образом они реализуют как раз-таки такие вот, допустим, учебные планы. Увидела еще один вопрос. Нужно ли разрабатывать учебный план для дошкольников? Нет. Для дошкольного образовательного учреждения учебный план не разрабатывается, разрабатывается индивидуально-образовательная программа, разрабатывается как раз-таки на основании заявления, в том числе планирования, да, тематического, но индивидуальный учебный план, он идет как раз-таки согласно ступени начального общего образования, основного общего образования, высшего образования, потому что здесь есть само понятие, Сейчас вот такая вот палочка-вручалочка, или как это можно еще по-другому назвать, как медаль двух сторон, согласно как раз-таки обновленным ФГОС есть понятие конструктора рабочих программ, где мы вбиваем тематическое планирование, мы вбиваем согласно учебному плану в ракурсе спущенных требований и непосредственно варьируем. А потом этот учебный план перерабатываем, разрабатываем, деформируем, как хотите назовите, но однако мы его под индивидуальный образовательный маршрут ребенка, обучающегося, мы его трансформируем. И естественно, существует заявление, на основании этого заявления оно пишется в свободной форме такого рода, здесь вот образец дается, на имя как раз-таки директора прописывается, к заявлению прилагаются обязательно документы, это естественно. И существует на основании заявления как раз-таки договор, где ребенку указывается форма, потому что согласно заявлению, например, очно, очно-заочно или... Здесь важно заметить то, что, конечно же, на такого рода учебный план, вот по практике, так скажем, да, в практике, в реальности как происходит, чаще всего обучающиеся обращаются к основному общему образованию, то есть ступени уже старшего звена, как мы обычно говорим. И есть момент того, что как раз-таки в начальном звене появляются такого рода заявления, но они редкие, чаще всего на такого рода индивидуальный учебный план переходят, ну, как мы уже проговаривали, согласно, допустим, особенностям здоровья и так далее. Либо, например, самый такой распространенный пример и случай, не то что пример, а случай, но не сдал он ОГЭ, но не смог он сдать, естественно, у него какой выбор, он проходит снова образовательный маршрут, согласно заявлению и непосредственно соглашению. Так уж завелось, что у нас сыплются вопросы ближе к концу, это прекрасно, естественно, еще один вопрос поступил, отвечу, формулировка по семейным обстоятельствам возможно, возможно, но прикладывая документы, то есть ведь есть момент того, что семейные обстоятельства бывают разные, но просто пример такого, да, может быть, по индивидуальному образовательному маршруту студенты порой тоже прикладывают по семейным обстоятельствам. Нам нужно конкретизировать. По семейным обстоятельствам каким? Ну, например, там, рождение ребенка или, например, семейным обстоятельствам, что они переезжают вообще из страны в другую, или, например, еще какие-то обстоятельства. Вот здесь нужна конкретизация, поэтому здесь выделено красным, что прилагаются документы и расшифровываются. Просто написать по семейным обстоятельствам, это обобщенно. Параллели я также проговорю, допустим, в академический отпуск часто уходят студенты, да, есть момент того, что обучающийся на уровне высшего образования, уж немножко отвлекусь, пишут, допустим, заявление в академический отпуск. Формулировка по семейным обстоятельствам должна конкретизироваться лишь потому, что существуют студенты-леготники, допустим, они имеют пособие, например, по потере кормильца, да, и уже в рамках как раз-таки данного заявления на уровне Министерства труда и социальной защиты рассматриваются как обобщенные. Поэтому всегда согласно своим локальным актам прописываем, что нужно конкретизировать, потому что после ухода в академический отпуск такого рода студенты, которые потеряли, допустим, да, своих родителей по потере кормильца, они получают стипендию. То есть небольшая сумма, она дальше идет. Хорошо, сейчас есть момент того, что как раз-таки тут обращаются с вопросами. Замечательно, что есть вопросы, люблю, когда идет как раз-таки идет обратная связь, когда у матросов нет вопросов, ощущение того, что то ли ты плохо рассказал, то ли у тебя просто не было слушателей. Вы уточняете подробные темы занятий, упражнений, мы пишем в индивидуальном образовательном маршруте или КТП. Смотрите подробно, мы пишем в КТП. В индивидуальном образовательном маршруте, сейчас вот вернусь к предыдущему варианту. Так, 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 где у меня было? Вот здесь есть как раз-таки момент того, что, сейчас секундочку, бегунком, быстренько пробегусь для того, чтобы вы увидели. Вот здесь вот, да, есть индивидуальный как раз-таки лист образовательный, да, для ученика начальных классов, в том числе для коррекционного непосредственного, да, случая, и в том числе, обратите внимание, для детского сада. Здесь мы пишем обобщенно согласно, допустим, областям развития, да, а когда уже в календарном тематическом планере, мы же там пишем и часы, и внутри раздела раскрываем, и, ну, например, не знаю, геометрические фигуры, да, мы изучаем, что, например, сегодня изучаем, условно говорю, треугольники, или, например, изучаем, допустим, наряду с треугольниками, допустим, четырехугольники, как прямоугольник, квадрат, ромб и так далее, как вариант, еще раз говорю, то есть в календарном тематическом планере мы уже расписываем более подробно. Так, уважаемые мои датика, я вернусь к нашему слайду. Конечно же, прошу прощения, функции педагога, которые реализуются в индивидуальном образовательном маршруте, они многообразны, потому что вообще понятие педагог, оно само по себе многообразное, потому что это и, не побоюсь этого слова, и психолог, и педагог, и мама в одном лице, и в том числе товарищ, друг в индивидуальном образовательном маршруте, в реализации функций педагога как раз-таки заключается то, что есть позиции тьютерства, но здесь подчеркну, что тьютер желательно, не то что желательно, а прописан даже в документах, он должен быть отдельно, то есть это отдельная штатная единица, которая предполагает, что он будет сопровождать тьютер, это сопровождение непосредственно, от и до, условно говоря, в столовую, на перемену, если в детском саду, точно так же во время, допустим, полдника или, например, сна и так далее, тому подобное, прогулок в том числе. Обратите внимание, педагог-тютер, да, мы понимаем, что в реальности сталкиваемся с тем, что тютер, к сожалению, отсутствует, но, однако, педагог-тютер, он осуществляет разработку заданий, он потому что отдельно проходит обучение на это, он имеет спецификацию и, конечно же, личностные устремления, намерения ученика или воспитанника он учитывает, потому что для него важно сопровождать его от начала до конца. Консультирование. Казалось бы, ну, тютер, тут вот консультирование вроде бы одно и то же, однако есть момент того, что взаимодействие между педагогом и его воспитанником носит как раз-таки консультативный характер, потому что и родитель должен понять, и в том числе его чадо, потому что многие сталкиваются с тем, что родители сопротивляются, да, ну, как бы есть момент того, что как это так, мой ребёнок, он же как и все, ну, мне кажется, то, что он немного отличается тем, что он, может быть, предмет какой-то глубже знает, область прекрасно понимает, или, например, его есть особенность, да, вы хотите его влить в социум, но давайте подумаем, что ему будет комфортно и где будет комфортно. Если в социуме, то, ну, помогите вы тоже, мы же понимаем, что ребёнок остаётся наедине экспертное, потому что приходится оценивать работу обучающихся, это не только рисуночные методики, это не только диагностический инструментарий, который в тестовом формате даётся, но и в том числе и наблюдение, когда мы наблюдаем, ведь наблюдение является одним из сложных видов как раз-таки исследований, потому что нужно чётко вести журнал наблюдения, когда мы понимаем, что мы каждый раз фиксируем, ага, вот допустим, ребёнок, например, теперь спокойно может, ну, например, классифицировать, ну, например, игрушки, да, он может группировать, или, например, он может сделать вывод, он может ответить полным, открытым текстом, то есть дать факты какие-либо. Это прекрасно же. Ну и, конечно же, наша функция в ходе реализации ИОМ, это процессно, потому что сопровождение ссылается не только на тьютера, но и на самого педагога. Ещё раз подчеркну, педагог – это не только учитель в школе, да, это в том числе и воспитатель, потому что, согласно профстандарту, понятие педагог себе включает как раз-таки всё это. Индивидуальный маршрут, и, естественно, включаются все эти образовательные как раз-таки компоненты, и обратите внимание, что когда вы реализуете образовательный маршрут, естественно, сталкиваетесь с большим количеством вопросов, потому что тема очень обширная, обширная, ещё раз говорю, конкретизация, которая вот изложена, например, в этих списках, я назвала это список полезных материалов лишь потому что список использованной литературы, список источников и так далее, это да, а вот именно полезных, потому что здесь есть и нормативная документация, непосредственно письмо, да, в том числе и есть учебное пособие, которое я вам проговаривала Трепицыной, и обратите внимание, что методические рекомендации, которых ссылки активны они, поэтому вы можете открыть, просмотреть. Ну и, естественно, подытоживая, сейчас вернусь к вашим вопросам, я видела, есть момент того, что существует как раз-таки индивидуальный образовательный маршрут, который предполагает индивидуальный учебный план, и индивидуальный учебный план, он выстраивается, как раз-таки я вижу параллельно вопрос, выстраивается согласно форме обучения. Но сейчас я уже перейду, наверное, к вопросам, потому что каждый вопрос, он просто прям целый, объёмный, так скажем, и содержательный ответ должен себе включать. Но позвольте всё-таки перейти к вашим вопросам сейчас, секундочку. Конечно, есть момент того, что... Чат сейчас открою. Вот предыдущий вопрос, на который был по поводу упражнений, подробных упражнений в КТП, либо в ИОМ, ответила, что как раз-таки календарно-тематическом планировании. Ещё раз обратите на это внимание. Следующий вопрос был интересный так же, как и предыдущий, что если ребёнок учится на индивидуальном обучении, потом образовательная система будет принимать такой образователь, как бы если ребёнок ходил в школу, до сих ученика не будет заметки, что он как-то странный. Нет, конечно, вы что? Смотрите, когда я вам листала слайды, то вы, наверное, обратили внимание, что есть целая статья в законе об образовании. Есть целый пункт в ФГОС, есть в Конституции Российской Федерации в том числе, что существует понятие того, что ребёнок может получить семейное образование, домашнее, как это ещё называют обучение. Он имеет право пройти обучение. Просто есть понимание того, что, ещё раз говорю, сталкиваются реальности, но, к сожалению, даже деток с ОВЗ не всегда родители отдают непосредственно на ПМПК или, например, хотя бы не ПМПК, но хотя бы выстраивают индивидуальный образовательный маршрут, адаптированную программу изучают, потому что, ну, считают, что он в порядке вещей может нормально заниматься с 30 учениками, а поверьте, бывает в классе и 40 учеников. Но, например, когда деток более, ну, конечно же, я сейчас говорю вещи, которые по Санпину не положены, например, если в классе есть учеников более 35, естественно, класс должен быть огромный, потому что деток много. И вот детки с особенностями в развитии, да, они всё чаще встречаются. И всё чаще я сталкиваюсь с тем, что тьютеров нет. Или родители, или кого-нибудь из, потому что ребёнок сам по себе. И жаль, что учитель разрывается. В детском саду такое происходит уже, что он просто бегает, он не может понять, то ли детишкам, условно говоря, там, трёхлеткам, просто у нас был случай в яслях, когда ребёнка просто оставили, и всё, и он там до 7 вечера. А в яслях, вы знаете, адаптация идёт в основном сначала на полдня, потом ещё больше и так далее. Ну, куда смотрит? Естественно, воспитатель же не может сказать, я не принимаю вашего ребёнка. Он не имеет права, потому что ребёнка привели, и согласно заявлению его взяли. А значит, существует понимание того, что воспитатель должен разорваться. Точно так же и учитель. Потому что, опять же, индивидуальный образовательный маршрут я просто призываю к тому, что если вы понимаете, вы видите, что ребёнок особенный, это не значит, что он какой-то там чужой, другой, синий, зелёный, красный, вместо того, чтобы быть белым. Нет, он просто другой, он особенный, он может изучать иначе материал. Ну, допустим, индивидуальный образовательный маршрут ведь выстраивается не только от того, что ребёнок плохо слышит, ребёнок плохо видит, ребёнок плохо понимает. Те же самые аутисты всегда часто встречаются с примером того, что они прекрасно запоминают. У них хорошая память, есть у них, конечно, сохранный интеллект. Но существует понимание того, что он аутист, всё. Уже как бы есть понимание в обществе, что он какой-то другой. Но обратите внимание, у него есть свои, так скажем, великолепные особенности, которые преобладают, нежели у другого соседского ребёнка. Так, очень интересный вопрос, что в Болгарии, в Италии, если дети учатся по индивидуальному плану, потом система отражает это досье, и будущая учёба в ВУЗе, например, может плохо повлиять. Я вам одно скажу. Если образовательному учреждению в досье, даже если это отображается вот таким образом, что это потом влияет на систему высшего образования, ну, можно без комментариев, но я одно скажу, что согласно нормативно-правовой документации, он имеет право пойти на индивидуальный учебный план. Другое дело, что пока составят заявление, пока составят договор, пока они учебный план этот весь трансформируют под ученика, который это захотел, пока они это всё с локальными актами согласуют, сопоставят, утвердят на уровне метод объединения и так далее, естественно, возникает вопрос, а почему этот ребёнок не может обычно учиться? У нас был случай, когда студент ускоренно завершил, и вот с нашего БГПУ, Башкирского педагогического университета, он перешёл в Московский государственный педагогический университет, получается, на факультет психологии, и он прекрасно сейчас там учится. И мы постоянно вот как раз-таки держим связь, потому что на уровне второго курса данный студент решил, что он хочет пройти ускоренное обучение по профилю начального образования, поступил он к нам, да, этот студент, а потом перевестись туда. И прекрасно прошёл, так же перевёлся к самой главной, поступил ещё на бюджетную форму. И сейчас он обучается в параллели ещё с зарубежными вузами, и на уровне того, что осваивает психологию уже как раз-таки как спикер, как коуч и так далее. То есть это есть, это возможно, просто это в единичных случаях. И никакого досье, например, да, что вот, например, он там такой-сякой, ну, естественно, не было. Поэтому положительных примеров много. Есть момент того, что понимания, должного понимания не хватает, потому что согласно вот всем нормативным документам мы имеем право. Поэтому почему бы и нет? Есть момент того, что тот же самый ребёнок имеет право на то, что у него будет тютер. Или любой ребёнок имеет право, ну, простите, сейчас скажу, на все учебники, которые есть в доступе, да, которые регламентированы в Министерстве просвещения. И он, в принципе, получает этот учебник. Почему он обучение не может получить? Очень интересно, мне даже стало, вы, наверное, увидели, даже как-то вот волнительно за этих небедных, но всё-таки детей, которые получают какую-то отметку, как вот в среде, например, условно говоря, ну, вы сами понимаете, отметка у стада тоже есть, допустим, он там такой-сякой, но зачем? Нет, согласно документации как раз-таки есть. Просто нужно отстаивать свои права и грамотно к этому отнестись. Потому что мы знаем, как родители, мало что, порой требуем много что, а соотнести, к сожалению, не всегда у нас получается. И не всегда получается у педагога. Потому что не от того, что он такой вот пришёл, как говорится, ветер в голове, нет. А потому что есть момент того, что куча документации накладывается, всё это пока проанализируешь, пока просмотришь, естественно, нужна чья-то помощь. Помощь, которая вот, например, как у нас сейчас в вебинарах осуществляется. Точно так же, как, например, по ФГОС, часто до сих пор возникают вопросы и обращаются непосредственно и ко мне, в том числе на нашу кафедру спускали, в том числе образовательные программы, когда нужно было дать резюме и регламентировать, что и как соотносится. Итак, правильно ли я понимаю, индивидуальный образовательный маршрут в ДОО пишется только на основании заявления родителя? Да, индивидуальный образовательный маршрут пишется на основании заявления родителя. Любая, как сказать вам, самостоятельность, инициативность, она наказуема. Обратите внимание, что если вы понимаете, что индивидуальный образовательный маршрут ребёнка предполагается по какой-то особенности, а мы с вами проходили, да, в предыдущих слайдах показано, ну, допустим, успеваемость, или, допустим, состояние здоровья и так далее, естественно, что родитель подтверждает своё желание. Вот я вам пример по этому привела, что не все родители считают, что у него ребёнок, допустим, с особенностями здоровья и спокойно оставляет наравне с другими детками на целый полный день, а потом такая картина происходит. Ну, это уж, так скажем, небольшие ремарочки того, что происходит в нашей жизни, и поэтому, конечно же, хотела бы завершить наш вебинар цитатой великого педагога, как раз-таки, да, который прописал Константин Дмитриевич Ушинский, что, конечно же, дитя требует деятельности беспрестанно, да, и мы понимаем, что его утомляет не сама деятельность, да, а как раз-таки его однообразие и односторонность, потому что Константин Дмитриевич Ушинский также работал непосредственно предполагая, что есть момент того, что существует педагогика для всех, обучение для всех и образование для каждого, поэтому и год педагога и наставника непосредственно связан с народным педагогом Ушинским, потому что им было написано и родное слово, и в том числе Институт благородных девиц был воздвинут, да, и, конечно же, могу много говорить и про Ушинского, но я видела еще один вопрос в чате, который, оказывается, я не ответила. Как получить сертификат участника вебинара, тут написали, но вам уже ответили вроде бы по этому вопросу не ко мне. Итак, уважаемые участники, я благодарю вас за внимание. Отдельное спасибо за ваши непосредственно вопросы, потому что есть момент того, что, конечно же, было интересно и познавательно, потому что, когда есть вопрос, есть обратная связь, есть интерес и существует само по себе понимание, удовлетворенность того, что материал был полезен. Я желаю вам успеха в вашей работе, будьте здоровы, потому что самое главное – это здоровье. Мы, надеюсь, сегодня постарались ответить на все вопросы, потому что в чате в основном вопросы шли-шли-шли, параллельно все-таки получалось ответить. Если возникнут какие-либо еще дополнительные вопросы, вы можете обратиться по контактным данным, которые на титульном листе есть электронная почта, в том числе презентация, она доступна для скачивания, поэтому вам огромное спасибо за внимание. Всего доброго.